Сегодня у нас вторая встреча. И я надеюсь, что сегодня мы тоже получим с вами много благословений. Но прежде чем мы последуем с вами дальше, по пути знакомства, познания и принятия вести о первой особой любви, да, первая любовь всегда особенная. Когда мы будем рассматривать дальше с вами послание первой любви, немножечко где-то будет прозаично. Много нам придется вникать в простые и сложные вопросы. Но любовь, она не поверхностна. Она не только эмоциональна. Но прежде всего, давайте мы вспомним, что же вчера произошло. Прежде всего, я хочу задать вопрос. Все ли прочитали первую и вторую главы из книги Ио? Все. Значит, вам всем зачет. Это уже зачет. Первый зачет, который мы с вами заслужили вместе. Теперь второй вопрос. Я теперь буду просить у вас, чтобы каждый из вас сказал, что же он особенное прочитал и увидел. Или то, что он слышал вчера, или что-то особенное было добавлено в результате чтения этих первых глав. Мы начнем с брата. Пожалуйста. Меня зовут Борис. Очень приятно. Ну, когда вчера прочитал первую, вторую, третью главы, у меня почему-то такой вопрос появился. Когда Авраам встретился с Мелхиседеком, и у меня появился вопрос, кто такой этот Мелхиседек, и откуда он взялся? То есть появился вопрос, да? Понятно. Что? Только я не могу понять, откуда тебе этот Мелхиседек появился. Я тоже. Читая, там мы не можем найти ни одного указания. Да. Первую, вторую главу Иова. Да. Там нету и Авраама. Ну, нету, нету, да. Нету, Мелхиседека. Нету, нету, да. Но Мелхиседек, царь праведности, который управлял городом Салимом и верил в Бога, который называется Эль-Шадай. Да. Дело в том, что существует два разделения в так называемом языческом мире. И согласно как раз вот этого отрывка из книги Бытие, где Авраам встречается с двумя царями, то принято считать, что когда мы идем на миссионерское поле, действительно, на языческую территорию, и работаем с язычниками, то есть две категории язычников. Категория язычников, которые где-то в душе соприкасаются с истинно живым Богом. И это откровение, исходящее от Бога, может быть, они не знают его как отца, но по мере того, как они с ним соприкасаются, они узнают, что это, может быть, неведомый, но уже известный Бог. И в какой-то степени я с тобой согласен. Для Иова вот тот Бог, к которому он верил, он был таким самым Богом, как для царя Маахсадека. Но есть и другая категория язычников, которые мы назовем, представляют Содомию, царя Содомского. Это исходящее от преисподней, от мистики, от тех вещей, которые связаны с магией. Поэтому понятно, что сам Иов этим не занимался. И мы можем его отнести к религии царя Маахсадека. Пожалуйста. Для меня особенно было то, что Бог ставит на праведников. И, как правило, праведники выставят, если они действительно посвящают себя Богу и надеются на Бога. Спасибо. И в любом случае, даже когда сатана просил Бога как-то воздействовать на Иова, Бог все равно просил сохранить его душу. То есть в любом случае любовь отца, она безгранична. И даже если допускаются какие-то испытания, все равно отец рядом и он хранит жизнь. Действительно, я хочу согласиться, что когда, например, нужно сыграть очень важную игру, тренер ставит самого лучшего нападающего, самого лучшего защитника, самого лучшего вратаря в футболе. То есть выбираются самые лучшие, потому что на самых лучших делается ставка. Пожалуйста. Я не читала вчера, но я очень много раз читала эту книгу Иов. Но вчера мне не получилось, но еще заранее я подчеркнула себе вот такую фразу, которая мне была просто непонятна. Это вторая глава и этот третий стих, где Бог обращается к сатане и говорит, что Иов все-таки не поручен, удаляющийся от зла, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. То бишь, Бог должен был его погубить безвинно. Дело в том, что сатана его побуждал, но Бог сказал, я в этом деле не участвую. Он говорит, если ты хочешь быть глупым, пожалуйста, но я здесь не притракнусь ни на йоду, ни на пять. Спасибо. Но погубить кто должен был безвинно Иова? Дело в том, что безвинно хотел сатана использовать для этого Бога. Бог отказался. И понятно, что Господь констатирует факт. Видишь, напрасны все твои ожидания, и ты убедился, что он невинный. Вот какой здесь смысл. Пожалуйста. Спасибо. Я когда читала вторую главу Иова, мне сразу вспомнилась ваша лекция, когда вы сделали большой упор, и наступил день, а, и был день. Вот он повторяется, первая глава, шестой стих, первая глава, тринадцатый стих, и вторая глава, первый стих. То есть, получается, жизнь течет равномерно, спокойно, хорошо, и тут, и наступил день. Да. И вот сегодня тоже наступил день, и оказалось, ты должен был приехать вовремя. Но неожиданно какая-то авария возле собора, и тринвайи стоят, машины стоят. Мы думали, что там просто тянучка, спокойно разговариваем, а потом я посмотрел на часы и говорю, нет, я побежал. Наступил день, неожиданный, и нужно было решать, или ехать традиционно в автомобиле, или же нужно было нетрадиционно спешить по разным закоулкам, чтобы добраться более-менее вовремя. Пожалуйста. Меня было вчера просто ваше лекции как бы ободрило. Потому что я понимаю, что мы страдаем навсегда за какие-то наши грехи, а это не того, что вы чем-то не понимаете. Да. Да, это очень сильное ободрение лично для меня было в этой книге. Я хочу сказать, что я пережил опыт, может быть, как не его. Я об этого не выдержал. Но мне довелось пережить то, что я желал смерти своим врагам, а перед этим я желал смерти самому себе. И того и другого не произошло. Поэтому внутренне я был очень сильно раздираем противоперечными чувствами. и это было не связано не просто со мной лично, это было связано с церковью, которую раскалывали и разделяли и разделили. И после этого еще не успокоились, потому что другая группа хотела еще добрать, как будто после этого гусеница пришла и хотела доесться. И вот тогда я его пиял. Почему я являюсь пастором этой церкви? Для меня это было ободрение. Ободрение, что Бог все-таки на моей стороне. Если я праведный, пожалуйста. Я хотела спросить насчет детей. Моих? Нет. И Ова. Вот их истребили все, да? Их убили. Их убили все. Да. Или убило их. Или убил их. Ну вот в Ветхом Завете есть воскресенье? И Ов, он праведник? Да. И он верил в воскресенье. И в 19 главе он будет исповедовать, если мы читаем очень важные слова. А я знаю, что Искупитель мой жив и что в последний день восстановит плоть мою, исцеление. И я увижу его, увижу в своем теле его, Искупителя. А дети, вот которых истребили? А дети? Тут многие по-разному говорят. Некоторые говорят, что он их воскресил. Он же молился за них. Да. Поэтому некоторые богословы говорят, что Бог воскресил их. Потому что там не сказано, что они родились и были. То есть есть такие предположения, что после этого произошло чудо воскресения. И это напоминает о чуде как бы тысячелетнего царства или вечности, точнее, когда будут воскрешены все. если не так, то я надеюсь, что судья всей земли не поступит несправедливо. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста, брат. Ваша очередь. Слушался. Какой вопрос у тебя есть или какой-то комментарий согласно прочитанного тобой из книги Иова 1-2 глава. Дорогой, у тебя будет возможность завтра прочитать. До завтра прочитать. Я прочитал немного больше и я действительно впервые до этого сталкиваюсь с ней. Но вот сейчас увидел этот переход действительно от когда Иов начал по-другому смотреть на Бога, вот переходя как сын к отцу. И вот то, о чем мы говорили, оно действительно как-то так, что действительно те характеристики Иова, они очень важны для нас сегодня. Так же само осознать Бога не как просто Господа, а как Папу. И очень важно понять, что эти характеристики могут формировать и религиозные чувствования, а не личные отношения с Богом. Пожалуйста. Тут уже прозвучал вот этот вот момент и был день. То, что для меня действительно стало откровением, что вот как сестра сказала, что вот мы живем, у нас все планомерно, все хорошо и наступает день. То есть этот день пришел сначала на небо. То есть на небе что-то произошло. И в результате того, что произошло на небе, к нам пришел день. То есть какая-то ситуация, которую мы должны пройти. Ну, дальше уже понятно, да, что если мы праведники, стоим перед Богом, то мы пройдем этот день к следующему такому дню. Потом у меня есть вопрос. Вот тут о сыновьях, да? Да. Как-то так, я вот не пойму, то ли это хорошо их характеризует, то ли плохо. То, что они постоянно устраивали пиры какие-то, там, праздники у них, и больше не сказано, чем они занимались. Может быть, это, ну вот, как бы вы прокомментировали это? Дело в том, что Иов очень был сильно занят и как отец, и он не знал, что там происходило. Он просто слышал. Он просто слышал маленькие отчеты своих детей, и опять он думал о том, как бы позаботиться о других. Он был человек, ну, как говорится, царского мышления и мировоззрения. Он больше смотрел на всех, нежели на своих детей. Вспомните историю о царе Давиде. Та же самая история. Он досмотрел и много появилось проблем. Хотя потом они отразились от жизни, конечно, самого Иова. Давида. Но можно сказать, что это также отразилось от жизни Иова. Но жена, судя по всему, жене он тоже, судя по всему, мало уделял внимания, потому что совершенно верно. А нам Слово Божье говорит, кто о своих не заботится, тот хуже неверного. Как это можно совместить? Знаете, я хочу сказать, что Авраам человек праведный, отец верующих, а у него были проблемы с женой. И помните, когда она умерла, он не был рядом с ней. Он пришел с другого места похоронить ее. Я думаю, что здесь тоже скрывается тайна семейных отношений, тайна закрытой двери, куда даже Бог не хочет вникать. Поэтому я думаю, это очень сложная тема, семейная тема. хотя я же вру, что по этому поводу у меня есть очень много мыслей, и это совсем другой предмет. Например, как формировать лидера в семье, то есть, как женщина должна формировать лидера в семье. Это, например, как моя мама формировала моего оса, и как моя жена меня формировала. Дальше можно было бы говорить о том, что мужчина, он призван знать свое предназначение, это другая тема. Ну, а те, кто имеет неверующую сторону, например, неверующий, неверующий муж имеет верующая, сестра, жена, то жена приобретет мужа своего. Это те темы, которые помогают многим в семейных вопросах. Поэтому это другая тема. Но идея, которую вы заметили, это действительно она там заложена. Хотя Иов любит свою жену, и когда он говорит, что ты говоришь, она говорит, ты говоришь, как одна из безумных, то там все-таки в смрещенном варианте сказано. не сказано резко, это не сказано осуждением, это сказано с болью в сердце. Что как бы Иов сознает, что он что-то не додал жене, и жена неправильно посмотрела. Он почувствовал, что нету эхада, единства. Вот такое чувство, что он один. Пожалуйста. Особо таких нету. Я никак не могу вместить эту безграничную любовь Иова и такое доверие безграничное Богу. Нет, в принципе, я как бы вмещаю, и вместе с тем я не понимаю. почему Господь допустил, все-таки продолжал допускать все-таки слышать о себе и не понимать все-таки я знаю, что этот вопрос, который вы задаете, он задается поколениями, как в иудаизме, также этот вопрос задают и в мусульманстве, и в исламе, и также это задают и в христианстве. Его задают и будут задавать. И по этой причине многие считают, что это притча, собирательный образ его, и не более. Но мы люди с вами, которые верят в фундаментализм, верят в Богодухновенность Писания, полная завершенность, законченность, неподдельность, и поэтому мы считаем, что если Бог дал возможность, чтобы Духом Святым это было записано в Божьем Библии, значит это истина. Значит такое было. А то, что Иовы особенные, то мы с вами рассматривали, что три человека выделяются, даже Авраам не уходит в этот состав. Вы помните, как этих людей звали? Даниил и Иов. Во времена Иезекииля вот как раз эти три человека были популярны, которые могли бы своей праведностью спасти свою жизнь, когда бы Иерусалим полностью был бы стерцан с земли и все бы погибли. Все бы уведены были в рабство, но эти трое остались. Ну, правда, мы знаем, что еще бы добавился потом еще один человек. Это Иеремия и Барух, как его друг. Пожалуйста. я не только по первой и второго и второго и второго, а вообще в общем от всей книги Иова. Для меня, например, что мы все ничем не отличаемся от него и для каждого из нас просто это действительно эта книга это правильное название что послание любви и мы должны понимать, что вот в тех испытаниях, которые проходят каждый из нас сегодня, мы тоже идем на новую ступень, на новый уровень познания о Бога. Спасибо, да. И был день, и вы пришли на занятия и оказалось, что вы будете изучать книгу Иова. Да. Пришло время, раньше вы его наверное не смогли бы ее воспринимать. Ну я вчера не был, ну ладно уже, буду говорить. По поводу сыновей, там получается, что, ну тут не сказано, что они просто пиршествовали, тут в принципе написано, что они пиршествовали конкретно в свой день, то есть имелось ввиду наверное у них было дни рождения и когда этот цикл завершался, то потом он благословлял всех своих детей за целый год и всех. То есть я думаю, что у него были там нормальные отношения с детьми, то есть он был в курсе всех дел в принципе. Не, мы говорим, что он не присутствовал на этих пиршествах. Он, вы хорошо правильно подчеркнули, ну как получается, что отец не приходит на день рождения своих детей? Вопрос, да? Ну ладно, мой сын играет в футбол, я в отъезде не могу присутствовать на игре и переживать и болеть, как говорится, за его команду, точнее за него. но если день рождения, то я стараюсь, чтобы день рождения все-таки в день рождения я был дома со своими детьми. Ну это до времени, в принципе. Может быть, я свое день рождения не всегда праздную и чаще всего так и происходит, но детей я день рождения стараюсь быть дома. Ну когда дети уже какой-то возраст достигают там более такой зрелый, то там уже наверное чуть немножко это смещается как-то. Да, возможно так. Я не говорю, что не так. Пока не маленький. Но все равно, все равно, все равно, когда есть тесные отношения, то вся семья собирается вместе. День рождения является особым семейным праздником. Подобно, как Новый год для кого-то является семейным праздником или поминки, когда опять же все собираются, вся семья дня собираются вместе и дома или на кладбище. Или же это Рождество, или же это день рождения. Поэтому это естественно, это нормально. Я хочу сказать, что мой старший сын, он уже женат, он живет отдельно от меня и он всегда имеет такое стремление, желание быть в общении со мной. И особенно, когда какой-то наш праздник, который нас объединяет вместе. То же самое касается и моей дочки, которая тоже замужем, у которой есть уже внук, хотя они живут по другую сторону дома, то есть за перегородкой. Но это тоже является принципом нашего объединения. А вообще-то у нас празднования проходят в виде домашнего собрания семейного. Действительно, когда наши дети были меньше и были с нами, то они были на этих домашних собраниях, которые проходили каждый вечер. Я есть, у меня нету, все собирались, пели, молились, взяли писание. Это было прекрасно. Потом, конечно, когда появились свои семьи, у них появились свои домашние собрания. Но вот, например, недавно мой зять, я называю его сыном, он пригласил меня на их домашнее собрание. Поэтому я иду сначала на церковное домашнее собрание, то есть когда собираются в церкви братья, это тоже такое домашнее собрание. Потом иду своей дочке с зятем, там проводим домашнее собрание, и еще я успеваю к себе домой провести домашнее собрание там. Поэтому для меня это очень важно, очень важно, очень важно поддерживать отношения с детьми. Особенно это ты чувствуешь, когда начинаются конфликты на подростковом возрасте, когда тебя не понимают. И когда ты проходишь этот путь страданий и боли, когда тебя не воспринимают, а через некоторое время начинается открываться двери взаимоотношений, ты хватаешься как утопающие за маленькие благословения и открываешь эти двери все шире, шире и шире. Спасибо. И так, видите, оказывается, книга Иова заставляет нас рассматривать очень многие сферы жизни, почему мы и говорили, что книга Иова является законченным произведением, что она собой представляет и суть и Ветхого Завета, и Нового Завета. Мы видим там и Израиль, мы видим там и Церковь, мы видим там и Иова, мы видим там и Христа, мы видим там тысячелетнее царство, и мы видим там предпосылки для познания Вечности. Но самое главное, что все объединяется Отцом Небесном. И когда мы переходим от просто Завета подчинения к отношениям, отношениям, заветным отношениям Отца и Сына, то тогда раскрывается вот та тайна жизни, к которой все мы стремимся. Так ли? Я думаю, что да. Итак, первое послание любви. А может быть это первая любовь? Может действительно Бог показал здесь первую любовь? Такую особую любовь? Ну, я понимаю, что самая первая первая из самых первых любовь была явлена Адаму. Он был первенец. А первенца всегда любят больше. Но с другой стороны и больше страдают от него. Потому что много ожиданий и не всегда эти ожидания исполняются. Но по крайней мере мы говорим это первое письменное послание. Первое письменное послание любви. Пожалуйста. Как вы помните, мы с вами сейчас рассматриваем общий фон, общую картину книги Иова. Мы рассматривали с вами авторство. Мы сейчас говорим с вами о структуре книги. Будем еще рассматривать более основательное понимание трех книг книги и характер книги. Пожалуйста. Теперь мы посмотрим на ту часть структуры, которая касается поэтической части. Вы помните, мы вчера рассматривали с вами прозаическую часть. То есть первую часть книги и третью часть книги. Или как мы уже договорились называть первую книгу и третью книгу. И вот сейчас небольшой такой обзор мы посмотрим с вами в отношении второй книги. Итак, что же мы с вами можем прежде всего обратить внимание? Что если первая и третья книги представляет нам действительно Иова, человека, который все переносит и прославляет Бога и познает Отца Небесного, то в этой части он выступает как как бы благочестивый человек, но не полностью благочестивый. И он не принимает с любовью беды и все равно что? Вступающий в спор. Он вступает в конфликт. Он начинает глубоко думать о своей проблеме. Он теперь начинает вникать в свое сердце. Если в первой главе мы рассматриваем с вами его отношение к внешнему, к внешнему, к тому, что он потерял богатство, что он потерял своих детей и даже заболел такой страшной болезнью и даже был готов как бы на разлучение со своей супругой, то мы видим, что вот вторая часть, вторая часть, она нам представляет другую сторону Иова. И здесь я вспоминаю описание и соотношение двух исторических книг. Например, книга царств и книга Паралепаминон. царств если мы с вами читаем книгу царств, то мы видим там обнажение всех царей. Мы видим их не только положительные стороны, но очень много отрицательных сторон. Но когда мы с вами читаем книгу Парапаминон, то эти цари как бы прикрыты, их недостатки почти сведены до нуля. И я хочу сказать, что в этом есть определенная причина, потому что книга царств писала до разрушения Иерусалимского Храма и пленения, а книга пропоминала писалась уже позже, когда нужно было стимулировать, стимулировать на возвращение и на энтузиазм. Поэтому когда мы с вами рассматриваем первую главу, она нас стимулирует, она нас побуждает, но в то же время когда мы приходим второй уже части, то здесь у нас появляется много вопросов. И мы с вами не похожи, знаете, на страуса, который закопал свою голову в песок и сказал, а никакой проблемы нет. Оно же болит. И особенно болит, когда на это кто-то указывает. Если бы никто не указывал бы, не обращал бы внимания на меня, то я, наверное, бы перенес бы неприятности и в семье, неприятности в церкви более легче. Но когда написали в одном известников и сказали, пожалуйста, молитесь за брата Игоря, потому что у него то-то-то и раскол церкви, и это стало известно очень многим и друзьям, и недругам, тогда я взбыл. Моя тайна стала открытой. И когда я уже прошел определенное время и прошел этот путь страдания, то еще многие, когда я с ними встречался, задавали вопрос, а как там у тебя? Что там в церкви? Ведь там я слышал, ли у тебя был раскол. Уже ничего не было, уже все, раны зажили, уже все восстановление пошло, пошел рост, жизнь начала проявляться, и тут тебе напоминают. А точнее другие люди думают, что ты еще находишься в этом положении. И ты должен их убеждать, что все совсем уже по-другому. Поэтому вторая часть книги Иова заставляет нас серьезно думать. Пожалуйста. Посмотрите внимательно. Вот как бы отнеслись мы к такому человеку, который проклинает день своего рождения. рождения. И конечно, это очень поэтическая форма, в которой это все записано. Но даже когда читаешь эти слова, кто тут невольно потрясен, потрясен, погиб не день, в который родился и ночь, в которой сказано зачался человек. Вот. Правда, что-то не похоже на праведника. И многие, в том числе и я в свое время, смущались этих слов. но Ио человек. Он не машина. И он имеет право на ошибку. Хотя он праведник, но он имеет право на ошибку. Потому что здесь больше звучат эмоции. Больше звучит то, что связано не с уравновешенностью и упокоением. И я думаю, что одной из причин, почему эта часть поэтическая, чтобы подчеркнуть, что это эмоциональные разговоры. Они глубокие, но у них очень много эмоций. И если мы сострижем вот эти все так называемые шероховатости, то перед нами появится вполне приличная картина. Поэтому я хотел бы, чтобы мы с вами вот за этим вот всем ярким, казалось бы, потрясением недуховного человека видели все-таки праведника, который не отрекается от Бога. Не отрекается. Он остается на позиции первой и второй главы. Он хочет разобраться в себе, и это его является путешествием самого себя. и в дальнейшем, когда будем рассматривать как бы что собой представляет первая, третья книга и вторая книга Ио, то мы поймем, что первая, третья это книга духовная, а вторая это психологическая книга. Это книга, где рассматривается проблема сердца, где задается вопрос, а что на престоле сердца? Кто же управляет Ио и кто управляет сердцами его друзей? Следующий пример, который мы можем прочитать с вами в 6 главе и в 16 главе. И здесь Ио отбивается от своих друзей, он дает сдачи, его сильно ударили и он не вытерпел и дал сдачи. Как это не похоже вроде бы на слова Иисуса Христа, что когда тебе ударили по одной щеке, подставь другую. Но я думаю, что это нас бадривает на то, что все-таки праведник он страдает. И как вы сказали, хочет, чтобы на него обратили внимание. Поэтому здесь идет не просто ответный удар, а здесь призыв посмотреть все с Божьей стороны более правильнее. Не с человеческой стороны, а с позиции действительно сердца, связанного с Богом, с позиции Сына Божьего. Поэтому он обвиняет друзей в недостаточном сочувствии к его страданиям. Следующий пример. Он утверждает свою непорочность. Он готов умереть за свою непорочность. И несколько раз он об этом подчеркивает в разговоры со своими друзьями. Он готов держаться этого и посвящает не только несколько слов, несколько утверждений. А как вы видите, это касается даже целых глав. Следующий пример. Он требует третейского суда между ним и Богом. То есть он хочет, чтобы был третий, который бы рассмотрел бы вопрос со стороны. Не со стороны Бога и не со стороны Иова. Иова готов на любой вывод. Если Бог его обвиняет, он готов каяться, сокрушаться, он готов умереть, если он виновный. Но если он праведен, то тогда он должен понять, почему он страдает, как вы задали вопрос. Иова не хочет сам оценивать свое страдание. Хотя он частично оценивает, как мы говорили, но он все-таки хочет, чтобы это было трезвое размышление третьего, который мог бы показать все положительные стороны и все отрицательные стороны. Следующий пример. Иова все-таки обвиняет Господа в несправедливости его карты. Да, в 10-й главе он на это обращает внимание, потому что он сокрушает, по словам Ио, надежды праведника. Он обвиняет Господа. И я здесь замечаю опять элементы вот того подростка. Вы помните, мы вчера рассматривали эту проблему отцов и детей и подростков в том числе. И Иов он тоже должен выйти на уровень духовного юноши. И у него эти элементы подростка, но хорошего подростка. И его обвинения они не злые. Запомните, не злые его обвинения. А иначе в дальнейшем Бог подвел бы итог, что Иов все-таки говорил плохо. Но Иов говорит без зла. Он говорит это на уровне эмоций, потому что как бы говорит, но ты же меня создал, и я вижу, что весь план еще в моей жизни не совершен. почему ты как бы противорит своему плану. У Иова было понимание того, для чего он живет. И это обвинение, это было ну как бы смущением, ну смущением. Это подобным образом я переживал такой опыт, когда Бог чудесным образом нашел деньги для того, чтобы я научился ездить на автомобиле. Приготовил автомобиль, и вдруг при сдаче экзамена поломался автомобиль. А при повторной сдаче экзамена немножечко руль не так перевернул, и это сразу обратил тот инспектор, который принимал у меня вождение. Казалось бы, Господи, почему? Почему ты меня так вел? Почему я это все учил? Почему я готовился? Почему все это? Логики не вижу. Ведь все должно завершаться, а оно не завершается. Почему? Вот так задает бунтующий подросток. А духовно зрелый христианин, он понимает, что Бог нелогичен, потому что он работает сердцем, а не событиями. Для него важны люди, а не обстоятельства. Давайте еще посмотрим. Он теряет веру в воздаяние за добродетель и справедливость, установленную Богом порядка вещей. И это хорошо. Это хорошо, что это происходит, хотя он считает, что это плохо, потому что у него вера в что? Вера в Бога как в автомат, вы помните? Он все-таки считает, что Папа должен финансировать все его проекты. Но для этого нужно просто быть хорошим сыном. А Отец Небесный он говорит, я готов дать тебе все и так, и много больше. Я хочу просто с тобой общаться, я не хочу, чтобы ты приходил с позиции потребителя, я хочу с тобой просто общаться. Поэтому он теряет веру, и это хорошо, потому что он приобретает новую веру, точнее он приобретет эту веру, когда начнет разговор с отцом, когда отец и сын встретятся, и будет разговор, и это не будет просто отсчитывание такого неповинного, такого виновного, такого неразумного подростка. это будет разговор любящего отца, который воспитывает и учит своего сына, чтобы он стал на новый уровень взаимоотношения и понимания всех вещей. Видите, в ответ Бог вопрошает Иова о мере его знания. Да, Иова не хватает меры знания. И вот на это указывает как раз вторая часть, вторая книга. Не хватает знания. Не хватает знания отца, не хватает знания своего сердца, не хватает знания взаимоотношений. Вот почему у него не сильно развитые отношения с детьми. Не хватает знания. Наверное, у него не было опыта хорошего. и поэтому насколько он мог продвинуться, он продвинулся. И поэтому Бог показывает место Иова и его уровень знания. И что он выше не может себя прыгнуть. И можно просто находиться на этом уровне, но потом духовно вырасти на уровень духовного юноши, а потом отца. И Иов устыженный замыкает уста. Он закрывает уста. Да, он понял. он понял, он понял, что действительно проблема заключается в недостатке знания, недостатке общения, недостатке отдачи вот этого общения. Пожалуйста. Бог вопрошает Иова, не хочет ли он обвинить его, чтобы оправдать себя. Да, это рискованный путь, но Пожалуйста. Иов отрекается и раскаивается в прахе и пепле. Все. Победа совершилась. Иов приблизился к отцу. Он отрекается от своего бунтарского отрочества. И он не превращается в сатану. Он превращается в Сына Божьего. Давайте сделаем перерыв. Продолжение следует...